Привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной интересный игровой видеоролик, который будет посвящен новым устройствам, которые у нас, ну как можно сказать, новым тем, которые у нас подверглись обновлениям, подверглись минимальному изменению в балансе и сегодня у нас подошло время к обзору нашего твинца. Сегодня мы протестируем твинц на дальность. Играть я буду на Викинге с тем самым скином Легаси, который мне совсем недавно упал. Посмотрим, что у нас из этого получится. Ну а вам, если нравятся игровые видеоролики, если вы их поддерживаете, не забывайте прожимать лайк, как только на данном видеоролике набирается 150 лайков, сразу же выходит следующая часть. Ну и также не забывайте то, что в комментариях вы также всегда можете оставить свое интересное вооружение, которое вы бы хотели бы увидеть в видеоролике. Все ваши комментарии я конечно же читаю и если что-то интересное, жесткое вы предлагаете, я безусловно на это буду обращать свое внимание. И ну понятное дело может быть там не в следующем видеоролике, но там через какой-то определенный промежуток времени обязательно данный нагибаторский там корпус, пушка, сочетание появится в видосе. Сегодня у нас Викинга Твинс, я бы хотел его протестировать в контроле точек, поиграть также в ТДМки. Твинс все же на дальность, надо будет играть более аккуратно, более внимательно. Надеюсь, что у нас получится все это дело реализовать. И даже шоссе, которое мне пикает прямо сейчас, я не готов перепикивать, я не готов его менять. И давайте просто сыграем, посмотрим, что у нас из этого получится. Почему именно Викинг? Я думаю, что с таким Твинсом очень неплохо будет смотреться овердрайв данного интересного корпуса. Если я буду ловить еще довольно-таки неплохие тайминги, что в ТДМке, что в контроле точек, я думаю, что данный интересный овердрайв можно будет очень так неплохо реализовать. Поэтому сегодня мой выбор падает именно исключительно на данный интересный корпус. Ну и понятное дело, что мне все же стоит как-то играть более внимательно, более аккуратно, не приближаться к противнику, дабы не наносить себе дополнительный сплэш урон. Ну и если здесь мне там не особо жестко повезло с картой, то если у нас будет какая-нибудь там такая более средняя карточка, то я, наверное, пойду ближе к вражескому респу и попытаюсь там уже понагибать чуть больше, попытаюсь пореспить противника. Ну а тут пока покатаюсь с точки на точке. Надеюсь, что мои тиммейты меня будут здесь страховать, хоть сейчас меня Викинга Твинс здесь явно нагнет. Но в последующем респе я думаю, что там уже будет все у нас в принципе довольно-таки неплохо. Пока что мы держимся еще на первом месте. Может быть попробую сейчас отыграть от верхних мостов, посмотреть, что у нас будет вообще здесь, как себя будет чувствовать Твинс. В принципе, расстояние как раз-таки можно здесь и держать. Главное, чтобы противник ехал и тогда будет вообще все очень даже прекрасно и замечательно. Быстренько за счет довольно большой силы удара уносим грома, который играет на хорьке. Хорька, как вы знаете, качает очень жестко. Ну и дальше уже перемещаемся на рез противника. Я думаю, что самое время сейчас немножко подавить, посмотреть вообще, что из этого у нас получится. Аптечки, правда, у меня нету. И здесь я нигде дроповые аптечки тоже не вижу, к сожалению. Рельса попадет, да? А, не убивает у нас одного выстрела, поэтому, блин, можно было бы засейвиться. Но, к сожалению, у меня не получилось этого сделать. Ну и катку, к слову, мы тоже пока что не выигрываем. Пока я думаю, что здесь будет довольно сложная, интересная борьба. Но, по итогу, я думаю, что можно будет цепляться за эту самую победочку. Главное, конечно, наносить как можно больше урона по противнику и играть уже не от нижнего яруса. Все же, твинс на дальность реализовать сверху будет намного-намного мне проще. Ну и, соответственно, накидывать урон тоже куда-куда приятнее. Есть у меня овердрайв на Викинге. Я не знаю, где его, честно говоря, пока что реализовать. Попробуем сейчас захватить точку и поехать, наверное, на вражеский респ. Там уже зацепиться, может быть, с какого-то паротивничка. ДД-шку дроповую я вижу. И, может быть, получится мне хотя бы там 2-3-4 танка унести на вражеский респ. И, соответственно, этот овердрайв реализуется довольно-таки неплохо. Так, ну давайте, наверное, вот здесь мамонта сольем. Потом переместимся назад. Здесь, наверное, какой-нибудь танчик будет. Да, хорошо, отлично. Еще одного забили. Ну, до Викинга Магнума, к сожалению, мой овердрайв не дожил. Если бы дожил, то его бы я тоже, скорее всего, смог бы здесь унести на респ. Но его тоже сливаем. Давайте поиграем немножко здесь от респа. Попытаемся сейчас с каждым, с каждым заходом все больше и больше акцентировать на этом внимание. К сожалению, нижние точки под контролем противника, верхние точки под нашим контролем. Хорошо, что хоть половину точек мы держим. Сам отрыв пока что небольшой. И это, безусловно, не может не радовать. Это значит, что шанс выиграть данную катку есть. Хоть и у нас ребята, наверное, не совсем грамотно и качественно играют. Верхнюю точку сейчас противник здесь забирает. Я попытаюсь его сейчас слить. По-быстрому у него спадает ДАшка. Его я респлю. Покидать по рельсе мне не получилось. Но вот сейчас можно зато, наверное, здесь поре грома хотя бы накоцать. По опыту идет все очень даже неплохо. Карта отлично подходит для данного интересного вооружения. Именно средние такие карты и даже большие, такие как Шоссе, как тот же... Как ему с этой картой называлось-то? Я уже забыл. Брест или не Брест? Ну, в общем и целом, такие большие, более масштабные карты намного лучше подходят для такого интересного, замечательного вооружения. Единственная проблема только в том, что не совсем удобно и не везде можно использовать овердрайв. Нужно искать более грамотные позиции. Ну и вы, как знаете, я не особый любитель прожимать там в один-два танка овердрайв. Пытаюсь всегда найти как можно больше танков противника, дабы овер тоже принес большее количество опыта. Катку мы, к сожалению, довольно дико начинаем проигрывать. Может быть, здесь уже идет какая-то... Даже не может быть, а идет определенная проблема в моей команде, которая, может быть, не так жестко отыгрывает в данном бою. Но вот что касаемо сплэш-урона моего твинсайз, моего урона в целом, я здесь могу только сказать то, что все довольно-таки грамотно. Я пытаюсь максимум дамажить, я пытаюсь максимум помогать своей команде. Ну а дальше уже, как говорится, можно начинать отмазываться и говорить, что вся проблема не во мне, а проблема в моих тиммейтах. Как бы это странно с моих уст не звучало, но все же нужно продолжать стараться. Сейчас отрыв небольшой, точки быстро всегда перетекают с одной стороны в другую. И даже при такой катке, когда у вас, ну, не так все грамотно получается, можно под конец просто захватить нужные точки и вырвать эту самую победу. Сейчас у меня был овердрайв, но так как хорнета гром с овердрайвом накидывает урон отверха, прожимать овер было, ну, нецелесообразно, в каком-то смысле даже, наверное, глупо. Но сейчас я думаю, что уже верхнюю точку можно будет отхватить. Викинга Магнум сразу падает вниз и, к слову, отправляется в минус. Ну а я попытаюсь сейчас захватить здесь одну точку. Ну и отбить мост от Магнума, ой, от Магнума говорю, от пулемета, который уже на своем большом толстеньком танчике двигается в мою сторону. Прожмем здесь овердрайв, ну и хотя бы хотелось бы, наверное, забрать еще один танчик с этого овера. Два танка есть, 25 секунд остается до конца. Четыре точки под нашим контролем и даже при том раскладе то, что мы на протяжении всей этой катки проигрывали данный бой, сейчас мы его можем спокойнейшим образом выиграть. Давайте я лучше поеду, наверное, сюда, дабы противник, если что, не захватил дополнительную точку. Ну, они вообще, в принципе, и не двигаются в эту зону. Ну и можно сюда немножко урона накидать. И в итоге мы выигрываем. Отлично, отличный, хороший, замечательный бой. Еще и с первым местом, с отрывом у нас получился. Давайте сыграем еще одну каточку в контроле точек, потому что я думаю, что сейчас нам выпадет какая-то не такая большая карта. И там уже не будет все настолько просто. В плане реализации моего устройства все же вы понимаете, что чем больше карты, тем удобнее играть на таком замечательном твинсе. Но, к сожалению, или к счастью для меня, нам везет опять с картой. Попадается опять большая карта. Про бойню, к слову, тоже не сказал. Но она отлично, я бы даже сказал, великолепно подходит под данное интересное, замечательное вооружение. Я надеюсь, что у меня сейчас также суперски получится реализовать его. И спокойнейшим образом уносить здесь противника. К сожалению, я сейчас, конечно, чересчур близко подъехал. Отлично, одного кидаем в минус, второго не добиваем, к сожалению. Ну и сейчас попробуем поэтыграть, наверное, от левой точечки, АДБшечки. И покидать урон на центр, покидать урон на точку Д. Я думаю, что по расстоянию, в принципе, дальность моего твинса должна мне позволять это делать. Например, сейчас здесь унести, если визитку будет неплохо. Единственная проблема в том, что очень много здесь подъемов и кочек таких определенных. На твинсе не совсем удобно за счет этого наносить урон по противнику. Хоть и я заядлый любитель твинса и в свое время на этой пушке играл очень и очень много. Все равно бойня для меня всегда была, ну, не самой приятной, не самой удобной картой. Все же здесь имеются такие неприятненькие позиции для данной пушки. И, соответственно, реализация вашей пушки, вашей игры в целом будет значительно меньше. Ну и импакта, соответственно, вы также будете вносить куда-куда меньше. Но пока что все складывается довольно-таки неплохо. За исключением того, что у меня не такое большое количество опыта. Сплэш урон на данном твинсе очень хороший. Сейчас накидаем урон по одному танку, накидаем урон по второму танку. Здесь еще будет выпадать сейчас золотой ящик. Может, даже я его заберу. А, ну, в принципе, мне так особо этот голд не нужен был. Я просто стоял на хорошей позиции и пытался накидывать здесь урон. Поэтому особо расстраиваться из-за этой тысячи я не стану. Да и вообще, в принципе, из-за тысячи расстраиваются. Это такое глупое, наверное, дело с моей стороны. Ну и попытаемся сейчас уже не терять лишние точки. Накидывать урон как можно больше по противнику. Кпшка вроде как у меня имеется. Да, и противник потихой тоже начинает респиться довольно неплохо. Давайте пройдем овердрайв. Здесь сзади меня должен быть... А, вот он так. Я уже думал, что он немножко в другом месте. Но вот сейчас из-за этого самого неприятного и неудобного подъемчика я все же не сумел слить эту хорноторельцу. Немножко не повезло мне в этом плане. Но зато сейчас можно будет слить, наверное, вот этого хорнота страйкера. Отлично. Это у нас получается реализовать. И сейчас же уже можно пытаться наносить урон дальше. Пока что Твинс работает просто на ура. 200 очков опыта. Два раза всего лишь я респился. Ну и единственный момент, который я забыл вам, друзья, сказать, это насчет дрона. Дрон я, конечно же, так и не меняю. У нас дрон называется Защитник. Мой старый, любимый, нагибаторский, интереснейший дрончик. Который всегда у нас эффективен при любом раскладе, при любом режиме. И в любой непонятной ситуации, когда вы его берете, вы просто уничтожаете, нагибаете противника, живете как можно дольше. И все у вас в этом плане получается просто замечательно. 270 опыта я уже наколотил, офигеть. Сколько жестко все-таки Твинс дамажит. И пока все получается очень, очень даже круто. Мне даже, честно говоря, кажется, что его апнули не на 5 или на 10%, а апнули намного, намного больше. Уже даже резист от Твинса берут противники, потому что у них не все так хорошо получается против данной интересной, замечательной пушки. И меня это, безусловно, не может не радовать. Я, конечно же, сейчас попытаюсь еще подамажить, еще понаносить дополнительный здесь урон. Но, в общем и целом, меня и так все устраивает. Меня устраивает то, что мы сейчас выигрываем. У меня первое место. Я зарабатываю максимальное количество опыта возможное. Ну и, соответственно, помогаю своей команде выиграть данный замечательный бой. Трех точек контроля вообще вполне достаточно. Можно, конечно, пытаться захватывать четвертую, дабы у нас появлялся такой, ну, минимальненький, чуть побольше, да, отрывчик. Все-таки на три точки пока что мы только ведем. Если будет чуть побольше отрыв, будет немножко поприятней. Так, овердрайв здесь я реализовываю. Два танка с овера уношу. Да и, в принципе, даже два танка с овердрайва. Это нормально. Здесь больше идет акцент на мой самый любимый и интересный корпус. За счет того, что он живет довольно-таки жестко на защитнике. Да и в режиме контроль точек он является довольно-таки приятным и удобным корпусом. 400 опыта я уже набиваю за пять минут. К сожалению, противник сейчас захватит точку B и, похоже, даже точку C. Нет, C контролируем. Что там с D точкой? С D точкой я не совсем понимаю, что там происходит. Давайте попробуем сейчас не отдать хотя бы центральный. Покидаем здесь урон по фризу. Фриз откатывается от этой замечательной точки. Хантер не реализовывает свой овердрайв. Ну, хотя реализовывает на Титана, но до меня он там не доставал. И это очень даже хорошо. Мы сейчас пытаемся... Ай, не успел я аптечку что-то прожать. Немножко был сконцентрирован на другой вещи. И совсем подзабыл, что мне нужно прожать здесь аптеку. Остается, к слову, минута до конца. И катку-то надо выигрывать. Надо чуть-чуть запотеть. Чуть-чуть повнимательнее сыграть. Потому что сейчас четыре точки под контролем у противника. И это не есть хорошо. Овердрайва у меня не будет. Или если он и будет, то он будет под самый-самый конец. Центральную точку вроде как наши тиммейты должны забирать. Если у Хантера... И у Хантера там не должно было быть овера. Поэтому держим, контролируем. Сливаем. И я надеюсь на то, что мы сейчас это все дело, конечно же, камбэкнем. Камбэкнем и выигрываем. Дико Фрис прожимает овер. Не особо много, конечно, урона там наносит. Хантера овера вроде как не было. Откатимся, поставим минку, чтобы ДАшечка у нас была. Есть еще одна дроповая аптечка. Ну и теперь уже надо как-то даже реализовать более грамотно свой овер. Не отдать точки противнику, желательно. Потому что три точки вполне достаточно удерживать. А вот если мы потеряем одну из этих точек, будет не совсем приятно и не совсем комфортно в этом плане. Хороший урон я нанес по Хорна Торельсе. Она там на Ной ХП должна была оставаться. Она прожимает овердайв. Остается 70 секунд до конца. Мы уже начинаем выигрывать. И похоже эта катка уходит также в нашу пользу. Отлично. 500 опыта. Отрыв почти в два раза. Даже на такой не совсем приятной, не совсем удобной карте. Бойни шоссе на данном интересном устройстве показывает себя просто восхитительно, просто великолепно. Все у меня здесь получилось. Ну и теперь я думаю, что самое время так уж сыграть такую хорошенькую каточку в ТДМ. Дабы все это дело закрепить. И подтвердить мои слова. То, что сейчас на данном интересном Твинсе можно реализовывать нереальнейшее свое вооружение. Поднимать опыт. Поднимать первые места. Да и просто нагибать. Просто брать, уничтожать противника и разваливать кабины. Я надеюсь, что сейчас нам также попадется такая большая карта. И на ней мы сумеем все это дело реализовать. Также, друзья, хотел бы у вас спросить, что вы думаете вообще по поводу времени видеороликов. Когда-то, может быть даже месяц назад, я спрашивал об этом у вас в комментариях. Вы писали о том, что желательно, чтобы видеоролики были около 20 минут. Я к этому прислушался. Делал даже уже в последнее время видеоролики даже меньше, чем 20 минут. У меня, к сожалению, крита ошибка. Сейчас я быстро обновлюсь. Ох уж эти криты. Я делал видеоролики меньше 20 минут. Сейчас же хотелось бы у вас в очередной раз спросить и поинтересоваться вообще, что вы думаете по этому поводу. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько должен один видеоролик идти по времени. То есть, сейчас уже идет третья, получается, у нас катка, в которую я запикался. То есть, как вы думаете, две катки играть, три катки играть, или может даже там одну или четыре, может. Как для вас лучше, что вы думаете вообще по этому поводу. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нас запикивает на Ассу. Хорошая, интересная, замечательная карта. Также не является особо маленькой. Здесь довольно комфортно мне должно быть, по идее. Смока очень жестко сбивает призыва. Почему так жестко моего викинга начинает расшатывать? Просто как будто я играю не на викинге, как будто играю на уаспе каком-то. Так шатает прям с стороны в сторону, что мне аж плохо становится. Отличная карта. Я думаю, что удастся у нас реализовать сейчас на ней вооружение. Ну и, конечно же, забрать первое место и выиграть данный замечательный, интересный бой. Посмотрите, что делает этот смока. Почему он так жестко сбивает прицел? Сбивать прицел я должен, не она мне. Как может мне смока сбивать так жестко прицел? Поражаюсь я, конечно, друзья, с этого момента вас пожигу. Блин, зря я, конечно, в упор я поехал. Ну ладно. Слил ее и на этом, как говорится, спасибо. Двигаемся дальше. 50 опыта уже есть. Второе место пока что закрепляем за собой. И сейчас можно унести, например, еще вот этого замечательного корючка. Теперь подобрать, наверное, нитрушечку. И теперь уже отправиться на такое небольшое давление. Где-то закрепиться на вражеском респе, накидывать урон. И, соответственно, чувствовать себя очень-очень даже комфорт-тейбл. Так, опять меня унесла какая-то рельса. А, она с овером. Ну все понятно. Харьков, конечно, в ТДМке довольно большое количество. За счет этого, конечно, моментами происходят не совсем приятные вещи. Ну ладно, мы не будем особо на это вообще, в принципе, внимания обращать. Здесь имеется твинс, который надо слить. Ну и потом уже задавить на левую зону. И постараться поднять как можно больше здесь. опыта. Ну и, соответственно, слить как можно больше противников. Отлично, сейчас мне рельса помогает. Потому что если бы Мамонт прожимал бы овердрайв, скорее всего, не так бы все комфортно было для меня в той позиции. А так рельса довольно неплохо меня отстраховала и помогла. Так, есть у меня овердрайв и есть вот это вот наглое хоре смока, которое меня сейчас опять будет бесить. Ну ладно, я овер не буду прожимать. Лучше сольюсь. 140 опыта, 7 киллов уже есть. 4 минуты остается до конца. Ну и сейчас давайте попробуем отыграть, наверное, вот от этого большого моста. Если я... Ох ты, хорошая рельса, молодой человек. Что за нагибатор у нас такой играет на рельсе. Отлично играет, просто замечательно. Так, постараемся сейчас эту хоре смоку наглую слить. Разбивает постоянно мне прицел. Отлично, Твинс последний залетал даже с флэш уроном. Я просто по нему даже не попал. Хоре Изида. Ой-ой-ой-ой-ой, как жестко. Сейчас Изида меня просто унесла. Пол катки прошло. 40 киллов у нас уже имеется. Все складывается довольно-таки неплохо. И я, честно говоря, моментами начинаю задумываться о том, что может быть мне стоит прекратить играть с Твинсом, который отключает сплэш урон. И просто играть на этом нагибаторском, замечательном, интереснейшем Твинсе, который спокойнейшим образом может играть на средней дистанции. Без сближения и за счет этого довольно жестко бесить, терроризировать и нагибать любого противника. Что вы думаете, друзья, по этому поводу? Я вот сейчас на данный период времени отлично понимаю, что Твинсинки летят побыстрее. Соответственно, и урона вы больше наносите, и противника намного жестче бесить. Я чувствую вот этот вот небольшой минимальный апп. Не знаю, как вам, но мне данный Твинс реально довольно неплохо-таки заходит. Сейчас еще хоре вулкана вот этого оба нагнуть. Нифига, его трясет. Ну и башня, конечно, раздает его. Так, Хантер, надеюсь, его не прожмет. Надеюсь, у него его нет. Надеюсь, я его солю. Да, хорошо. Сливаю. И, мама-то. Фреза. Так, теперь отлично. В чем плюс еще этого замечательного Твинса в том, что вы сбиваете постоянно аптеку противнику. То есть, так же самое, как вы это делаете, например, на том же вулкане, на той же Жиге, на том же Фрезе. Мгновенное сбитие аптечки. Ну и, соответственно, в этом плане у вас все смотрится очень даже неплохо. Вот так вот легко и просто заканчивается очередная катка. Я вам лишь могу сказать то, что мне серьезно зашел жестко данный Твинс. Если он у вас есть, если вы играете на Твинсе, если вам нравится данная пушка, то обязательно попробуйте поиграть с ускорителями плазмы. Поиграйте на больших картах. Если у вас маленькая карта, окей, можете взять стабилизированную плазму, если вы сближаетесь с противником. Но если вы играете на больших картах, если вам нравится данная интересная пушка, спокойнейшим образом берете Твинс с дальностью, начинаете разваливать кабины и просто кайфуете с того, что этот Твинс сейчас уничтожает довольно жестко. Ну и, соответственно, как бы занимает первые места, получает по 6 звезд. А это то, что нам и нужно, друзья, в любой матчмейкинговой катке. У меня, друзья, на этом все. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Также не забывайте подписываться на группу ВК, ссылочка на нее в описании имеется. Ну и не забывайте о том, что каждый вечер стримы у нас в 10-10.30 вечера проходят. Всех вас жду, приходите. С вами был Мистер Ванька. Всем удачи и всем пока.